Здравствуйте! С вами Марина Романюк. Прямо сейчас о самых интересных темах недели расскажут мои коллеги. Смотрите в выпуске. Чем живет Скопин, губернатор региона, с рабочим визитом в Скопинском районе? Командировка картины в Третьяковку. Из Рязанского художественного музея на крупную выставку уехала крестьянка с бабочками Алексея Вентьянова. Полтора века юбилей отпраздновал железнодорожный вокзал в Ряжске. Что интересного произошло за время его существования, узнал Герман Лучин. Строительство нового физкультурного комплекса, капремонт домов культуры и новый школьный транспорт. С этим обращались к Николаю Любимову депутаты города Скопин на личной встрече. Губернатор проводит рабочую поездку по району и на каждый вопрос дает четкий ответ. Чистая вода ключевая тема для Скопина. О возведении станции для очистки местные народные избранники говорят уже не первый год. Но только в этом к решению вопроса власти подошли ближе всего. По федеральной программе «Чистая вода», как известно, в Рязанской области построят 8 таких объектов. Один в Рязани, три в Сапожке, два в Спасклепиках. В Скопине как раз тоже два. Общая стоимость проектов почти 174 миллиона рублей. 2022 год станет в этом смысле определяющим. В следующем году мы должны построить этот объект, потому что он нужен, как и многие другие по нашему региону. Потому что это один из самых таких важных людей вопросов. Мы его должны решать в ускоренном темпе, в ускоренном порядке. В селе Успенское ждут возведения новой школы. Детский сад здесь уже есть, но вот школа решит многие проблемы. Строительство не за горами, заявил губернатор. Документация проходит сейчас экспертизу. Президент сказал о том, что мы должны построить в России более 7 тысяч школ новых. И это уже будет новая программа, продолжение той, которая сейчас реализуется, нацпроекта. Я думаю, что мы обязательно все потребности в строительстве школ у нас, вообще в Рязанской области, должны за эти максимум 5 лет выполнить. А вот жителям военного городка и активистам местного ТОСа ждать выполнения обещаний не нужно. Ситуацию с благоустройством они взяли в свои руки. И теперь здесь по программе местных инициатив и федеральному проекту формирования комфортной городской среды приводят в порядок территорию 8 многоквартирных домов. Максим Васильев, телекомпания «Город». Крестьянка с бабочками кисти Алексея Венецианова. Одна из жемчужин коллекции Рязанского художественного музея. В пятницу, 10 сентября, эта картина покидает стены музея, чтобы отправиться на персональную выставку художника в Третьяковскую галерею. Простота, но возвышенность образов Венецианова пленяют подобно ласковому веянию летнего ветерка с полей. И как не залюбоваться его крестьянками, такими земными, близкими и одновременно легкими и трепетными, как и те бабочки-крапивницы, что садятся им на руки. Эти бабочки перелетают у Венецианова с картины в картину, от одной девушки к другой, как символ красоты и хрупкости жизни. Картина «Крестьянка с бабочками» появилась в постоянной экспозиции Рязанского художественного музея, одной из первых. В экспозиции нашего музея представлено замечательное произведение Алексея Гавриловича Венецианова, которого по праву многие называют основателем бытового или крестьянского жанра русской живописи. И вы видите сейчас работу под названием «Крестьянка с бабочками». Многие наши зрители любят это произведение и часто приходят для того, чтобы полюбоваться им. В реальной Тверской жнице художник увидел образ высокого совершенства. Крестьянское бытие осмыслено им как основа национального идеала. Эта идея проходит сквозь все творчество мастера, отводя ему одно из значительнейших мест в искусстве эпохи. В конце сентября в Третьяковской галерее откроется персональная выставка Венецианова, куда приедут картины из разных музеев и коллекций. Для участия в этом масштабном проекте покинет Рязань и «Крестьянка с бабочками». Эта работа, ее можно считать одной из жемчужин коллекции Рязанского художественного музея. Посмотрите, какой удивительный колорит. Красные, желтые, белые, васильковые цвета, которые, наверное, напоминают нам праздники, поэзии, лети. Венецианов так определял характер своих работ. Никогда и ничего не изображать иначе, чем в натуре является, и писать без примеси манеры какого-либо живописца. Один из самых авторитетных знатоков русского искусства Савва Емщиков говорил о Венецианове. Это такой чистый мастер, которого можно сравнить только с иконописцами Древней Руси. Ученик Боровиковского, прекрасно владевший всеми достижениями европейской живописи. Мастер психологического портрета, тончайший интеллигент, близко знакомый с крымзиным Жуковским Пушкиным Гоголем. И вот именно ему было дано утвердить в русском искусстве народный живой идеал красоты. Так что жители нашего города счастливцы, ведь могут созерцать оригинальный шедевр – кисти гения. И вечные бабочки Венецианова летят к нам сквозь века. Марина Романюк, Михаил Лазуткин, телекомпания «Город». Вокзал, которому полтора века, расположился в городе Ряжск. Сохранился здесь не только первоначальный декор, но и дух времени. А в музее РЖД Ряжска нашему корреспонденту Герману Гущину рассказали о том, что повидал этот вокзал за столько лет. Это настоящий железнодорожный колокол. На нем даже есть надпись – МПС. Такие колокола стояли на концах станции и извещали о прибытии или отправлении поездов. Он очень звонкий, можете даже позвонить. Колокол звонкий. На выходе с вокзала стояли более дорогие колокола. Сплав там меди или латуни, не знаю. Железнодорожная станция Ряжск-1 – пожалуй, главная достопримечательность одноименного города. Дыхание полуторавековой истории, а первое здание появилось у перона еще в 1866 году. Неразрывно связано с выдающимися людьми. Например, известный ученый-селекционер Иван Мичурин работал здесь старшим техническим конторщиком. А воспетый в песнях генерал Скобелев свое имение, Спаскозаборова, следовал с поездом до станции. Особенно люб ему здесь был. Мы находимся в зале, где с 1876 года, с самого начала открытия станции и вокзала, это был ресторан с 1876 года по 2003 год, до закрытия вот этого ресторана, до начала работы здесь в музее. Это был ресторан, который был очень востребован. В этом ресторане могли пообедать пассажиры только первого и второго класса. Сегодня в музее более тысячи экспонатов. Есть здесь и пульт-табло, которое прослужило на станции более 50 лет. В 2010 году его сменили на новое. Он желтой полосы. Это значит, путь свободен. И путь свободен, и маршрут свободен. Стрелочки все встали по маршруту. Вот если я переведу эту стрелочку, видите, это вот горит красным. Сюда уже не идет маршрут. Сюда не пробивается. И сигнал сюда не откроется. Гостей, прибывающих на железнодорожную станцию «Ряжск-1» встречает паровоз. Это монумент славы, посвященный ряжцам-железнодорожникам. Он установлен в память о тех, кто в годы войны выполнял и защищал железнодорожные сообщения. Ряжский железнодорожный узел находился в прифронтовой зоне и обслуживал перевозки воинских эшелонов к трем фронтам – Воронежскому, Степному и Сталинградскому. Эта станция в Великую Отечественную войну была ключевой развязкой. При этом вокзал, что удивительно, не бомбили. Сегодня он уже больше музей, чем станция. Свою славу стратегически важного узла «Ряжск-1» уже потерял, но готов получить другую – заповедника исторических железнодорожных артефактов. Герман Гущин, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город». Рязанский школьник покорил Эльбрус. Вместе с отцом он забрался на гору высотой 5 642 метра. Получилось у него это с третьего раза. Ох, красота, высота. Дорога уже ровная. Сложных моментов нет. А вон там, впереди, и есть вершина Эльбруса. Чтобы оказаться на вершине Эльбруса, 14-летнему Андрею вместе с отцом пришлось встать в 4.20 утра. Шли не торопясь, силы рассчитали заранее. Попытка эта, кстати, не первая. В прошлом году была неудачная попытка. Развернулись на 5100 метров от того, что сатурация в крови опустилась меньше 70. На плоскости на земле это уже показания к ИВЛ, искусственной вентиляции легких. Поэтому мы остановились, чтобы уже не гробить себя, спустились. В этом году ошибки прошлого восхождения были учтены. В план подъема встроили акклиматизационный выход, чтобы на той же высоте, где в прошлый раз повернули назад, проблем не возникло. Да и день выбрали подходящий по погоде. Ясное солнце всего минус 2. Несмотря на солнцезащитный крем, даже обгорели. А в 14.10 были на вершине, где победно открыли лимонад. С восхождения на Эльбрус. Позби о фонтен, чек и скрыть. Это третья вершина, которую покорил Андрей в свои 14 лет. До этого был Глосс Глокнер в Восточных Альпах в 12 и Триглав в 10, высшая точка Словении. Но, по словам юного альпиниста, его послужной список на этом не завершен. Моя цель – это снежный барс России. Это 10 вершин. Самая низкая белуха – 4.500 с лишним. Самый высший Эльбрус. Их 10 вершин. Разные категории сложности, вплоть до 5Б. Максимальная сложность – это 6Б в альпинизме. Андрей ходит в горы с 8 лет. И теперь каждый год к восхождению готовится специально. Регулярные тренировки в спортзале, сдачи ГТО. А три года назад он стал посещать тренировки по скалолазанию. Пока, правда, они не пригодились. Все вершины, которые покорил Андрей, требовали только выносливости и моральных качеств. В первую очередь Андрей бегает. Плюс делает физическое ОФП. Это всякие физические упражнения, чтобы силовые качества свои улучшить. Мотивация у него очень сильная. Потому что он очень много дополнительно сам занимается дома. Благодаря этому он развил как и физические свои навыки, так и морально волевые. На каждую покоренную им вершину Андрей устанавливал флаг своей 55-й Рязанской школы. Если приглядеться, то на полотнище можно увидеть и печати о восхождении. Разряда по альпинизму у парня пока нет. Не дают его в России, не достигшем 16-летия. Однако страсть к горам документальное отсутствие квалификации не убавляет. Да и как в горы не влюбиться? Тренер говорит, что это удел романтиков. Почему горы? Красиво, хорошо, романтично, классно. Вместе с отцом Андрей дошел до вершины Эльбруса без какого-либо допинга. Обычно этим грешат альпинисты, о которых можно говорить только с использованием кавычек. Есть и другой лайфхак. Это ратраки. Транспорт наподобие тракторов. Людей сажают в кузов и везут на вершину. Но рязанцы забрались честно. На своих двоих. Ведь, по словам Андрея, нет ничего лучше того счастья, которое испытываешь, покорив одну из наивысших точек России. Валерий Седов, Михаил Лазуткин, телекомпания «Город». Андрей Николай, до сих. Старинная изба в деревне Орехово на границе Окского заповедника в Спасском районе. Снаружи не отличается от остальных старинных домиков с резными наличниками и покосившимся крылечком. Но переступив порог, гости попадают в самый настоящий краеведческий музей. Богатейший по наполнению и удивительный тем, что собрана вся коллекция одним-единственным человеком. В сенях по стенам развешаны инструменты, без которых еще каких-то полвека назад не обходились в деревне. А сотню лет назад о том, что это за предметы, знал любой ребенок. Косы разных размеров, рыболовные снасти и керосиновые лампы летучей мыши. Все это выглядит настолько аутентично и так по-волшебному, что кажется, будто шагнул в машину времени и переместился в крестьянские будни царских времен. Однако эта история настолько близко, что остались даже современники, скажем, вот этих лапсей. Я в заповеднике появился в 79-м году. И в те времена еще вспоминалось, что буквально совсем недавно в лапсях ходили. То есть они использовались еще те же 50-60 лет назад довольно-таки активно местным населением. Потому что обувь, конечно, одна из лучших, одна из удобнейших, экологическая. То есть нога в них себя очень комфортно чувствует, делались они по размеру под ногу, поэтому были конкретные формы. То есть хороший лаптежник плел пару лаптей, ну, скажем, 4 пары лаптей за день. Но изнашивались они за неделю, за 10 дней в зависимости от погоды. Кстати, расстояние очень часто определялись с лаптями. То есть от такого пункта до такого-то 4 пары лаптей идти. То есть это по износу. Это значит, можно было определить, что где-то около 4-х недель, скажем. Лапти плели из лыка, которое получали из липы. Отсюда масса поговорок, смысл которых становится чуть яснее. Ободрать как липку, значит оставить без всего. Лип в этих краях, кстати, еще полвека назад было очень много. В Брыкином бару до сих пор есть местечко с именем липовый кордон. Правда, лип там уже почти не осталось. А лапти, ввиду их быстрой снашиваемости, умели плести практически все. И дело это считалось нехитрым. Отсюда другая поговорка – лыка не вяжет. То есть настолько нетрезв, что элементарные действия не подвластны. А вот воспринимаемое ныне как крылатое выражение «сновать туда-сюда» когда-то обладало буквальным смыслом и относилось исключительно к определенному действию. Какому-то мальцу или девочке давали клубок, ниток. И она вот на таком инструменте бегала 4 метра туда-4, сюда день бегала, второй день бегала. Набирала ряды ниток по длине. Вот здесь около 40 метров можно в длину набрать. То есть день бегает. Инструмент называется «сновалка». Процесс назывался «сновать». Чего ты снуешь туда-сюда? Чего снуешь перед глазами? Назначение многих предметов, которые когда-то были в каждом доме, сегодня загадочно для городских жителей, требует пояснений. Это приспособление для русской печи. Это каток подкатный, по которому подкатывали как раз. У меня самого большого чугунка нет. Самый большой на два ведра, 24 гривит пробал. И на вытянутых руках его поставить или из печки взять негрально. Поэтому подкатывали вот на таких катках. Поставили, подкатили, выкатили, взялись к основанию и уже легче поднять. Ну, такое вот все-таки облегчение тебе придумывали. Да и сама форма чугунков не случайна. Их располагали в углях. Угли подгребали с боков кочергой. Верх специально сужался, чтобы угли не попали в пищу. Такая форма наиболее благоприятна для готовки в русской печи. Это выяснилось за века, поколениями. В доме музея можно увидеть утюги, огромную пилу, настоящие тесаки, веретена, ткацкие станки. Вместе с вытканным прямо на них полотном. Сохранилось это все удивительным образом. И также случайно попало в руки Сергея Погонина, который бережно сохраняет все в собственном доме. Достался участок с домом, в котором остались вещи от предыдущего хозяина. И пришла мысль объединить то, что уже собирано, эти вещи, и почему бы не быть музеем. Тем более выяснилось, что таких музеев пока еще не очень много. Кровеческие недостаточно полны предметами, просто не могут себе этого позволить. А у меня появилась роскошная такая возможность заняться музейным сохранением вещей. Потому что по крайней мере они в закрытом помещении, хотя у меня музей неотапливаемый. Со временем у Сергея Погонина появились собственные агенты, которые сообщают ему, если в окрестных деревнях кто-то собирается выкинуть за ненадобностью предмет старинного обихода. Кто-то уже слышал об историке сам и приносит сюда вещи, оставшиеся от бабушек и прабабушек. А коллекция все пополняется. В планах у владельца этих сокровищ оформить и дворовую территорию. Ведь собралось немало предметов, которыми люди пользовались в хозяйстве. Телеги, лошадиная упряжь, озерные мещерские лодки. И в своей стихии, в окружении атмосферы пока еще сохранившейся русской деревни, все это продолжает жить и связывать поколения. Марина Романюк, Михаил Лазуткин, телекомпания «Город». Село Ижевское в Спасском районе известно на всю страну. Здесь родился Константин Сволковский. А местные крестьяне выкупили себя у барина еще до отмены крепостного права. Историей здесь дышит буквально каждая постройка. А какие тайны скрывают места, которые чаще всего краеведу упускают из вида кладбища. До недавних пор никто не догадывался. Между тем, журналист Никита Гирин обнаружил на местном погосте уникальные памятники мемориальной культуры Средневековья. На отгробе Пелагея Агурейкиной, с которой начался мой дилетантский интерес к мемориальной культуре, потому что вот наш участок рядышком, я убирал его по весне и увидел здесь текст, ну, какие-то крохи текста, которые были видны, и посидел час с мягкой щеткой, потер его. И вот появилась надпись, что здесь покоится почившая Пелагея Андриановна Агурейкина, скончавшись в возрасте 40 лет, 28 апреля, кажется, 1867 года. Это, конечно, все дико несправедливо, что женщины в те времена умирали такими молодыми. Можно благодарность Пелагея Агурейкину передать за то, что мы занялись этим лапидарием. Это вот все она. Лапидарием журналист Никита Гирин называет экспозицию образцов старинной письменности, выполненной на каменных плитах, в том числе на надгробиях. И вот здесь все сложилось, словно пазл. Если эту подклеть разрушенного храма законсервировать и сделать навес, она станет выставочным залом для обнаруженных кучих мусора древних плит надгробий. Это очень характерный и хорошо изученный орнамент с так называемыми канелюрами. Вот такие желобки с арочными завершениями. Это очень позднеантичный такой мотив, родственный мотиву аркады. А аркада – это самый устойчивый декор погребальных сооружений в европейской традиции. А поскольку русская мемориальная культура развивалась в ногу с европейской, немножко поспевая всегда за ней, то ничего удивительного, что орнамент в итоге в 16 веке, в конце 16 века, в середине 16 века приходит и на Русь. По расстоянию между вот этими арочками, по комбинациям других поясов декора, вот насечки, треугольники, в зависимости от того, как они вырезаны, искусствоведы определяют, датируют эти камни с точностью до четверти века, иногда даже до десятилетия. Вот таких надгробий, датированных 17 веком, практически в целости в стране сохранилось немного. Здесь, в Ижевском, их два. Скорее всего, на кладбище они попали с другого, более древнего некрополя. В Петровские времена такие надгробия вовсе использовались в качестве материала для фундаментов, и потому сохранилось их немного. Между тем, подобные памятники заслуживают отдельного внимания и изучения, ведь они в том числе рисуют портрет людей, живших несколько веков назад. А значит, и нашу с вами историю. С течением времени трансформируется и мемориальная культура. Безмолвные свидетели, каменные плиты 18-19 веков тому подтверждение. Вот, например, надгробия неизвестной женщины 19 века, исполненная в барочном стиле. Имени, к сожалению, нет, но есть две трогательные эпитафии от мужа и детей. На одной из них написано, что этот мавзолей поставлен таким-то, таким-то с детьми, их супруги и матери. А с другой очень забавный обвинительный тон. Как-то смело нас оставить сиротами. И вообще, надо было подумать сначала, чем такое делать. В 18 веке на могильных плитах писали от лица умершего, который, обращаясь к живым, с иронией напоминал о скоротечности жизни. Надгробие крестьянина Кузьмы Фетисова. Такое вот крестьянское ижевское надгробие. То есть, это первый год работы этого кладбища, 1789-й, когда построили Казанскую церковь, к которой это кладбище относится. И в этот же год умирает Кузьма Фетисов. И ему вот ставят такой барочный саркофаг с вот такими барочными волнами и с ироническими эпитафиями. Вот одна из них гласит. Читатель, камень сей не честь не доставляет, но он тебе напоминает, что, совершив и ты число известных дней, селишься в хижину, подобную моей. Сколько еще имен всплывет из глубины веков, сколько еще подобных старинных надгробий удастся обнаружить – тайна. А вот вопрос, что с ними делать, решился, можно сказать, сам собой. Одновременно с расчисткой древних саркофагов Никита отвоевывает у времени и мусора остатки очень интересного храма. Еще не так давно здесь располагалась кладбищенская церковь, посвященная Тимофею Прусскому. Возвели ее крестьяне, которые выкупили себя у барина. Цоколь Тимофеевской церкви был сложен тычковой кладкой. Это когда кирпич выходит наружу самым своим маленьким торцом. Это очень красивое такое мелкое зерно, очень какое-то ритмичное и такое, при этом и плотное, и динамичное. Церковь действовала до 1962 года. По слухам, сразу после страшного урагана, который разрушил деревянные шатры изящного храма, его закрыли. В закрытом он простоял на кладбище до 2016 года, постепенно ветшая. И вот когда деревянные конструкции стали представлять угрозу прохожим, местные власти решили разобрать и сжечь остатки церкви. Однако кирпичная подклеть, сокольное помещение храма сохранилось. За шесть лет основания успели завалить мусором и землей. И вот теперь ежедневно Никита Гирин методично, метр за метром, расчищает то, что осталось от символа освобождения ижевских крепостных. Чудом сохранились некоторые деревянные элементы. Скажем, Никите удалось собрать целое окно. Вот так оно выглядело. И возможно, эта рама еще послужит в будущем в качестве инсталляции. Но пока что первоочередная задача, что называется законсервировать сооружение, а затем вдохнуть в него новую жизнь. Марина Романюк, Михаил Лазуткин, телекомпания «Город». С 11 по 15 сентября проходит 18-й фестиваль кукольных театров «Рязанские смотрины». За эти годы в рамках фестиваля в нашем городе сыграно более 500 спектаклей. Участие приняли без преувеличения театры со всей планеты. В этом году биеннале в честь цифры 18 будет отличаться тем, что многие кукольные спектакли рассчитаны на взрослого зрителя. Подробнее о программе рассказали на пресс-конференции накануне старта мероприятий. Несмотря на то, что фестиваль 18-й, впервые он состоялся 32 года назад. С тех пор поучаствовать в нем приезжали кукольники из США и Австралии, Японии и Аргентины, практически всех стран Европы, а также Израиля, Ирана и ЮАР. В этот раз, несмотря на непростую эпидемиологическую обстановку в мире, география участников все равно широка. Изюминкой, например, станет результат работы Международной школы-лаборатории для молодых артистов с названием «Луна для всех одна». Это будет спектакль «Тихая песнь Луны». Два года назад нам удалось собрать участников этого проекта со всех континентов. В этом году ситуация сложнее, но мы решили, что этот проект обязательно должен существовать и продолжать свою жизнь. Поэтому мы будем стараться, что раз в два года собирать этот проект. В этом году в проекте принимают участие Луис, Париса, также у нас Роман из Донецка и российские участники Полина из Новосибирска, Александра из Кургана. В спектакле фестиваля пройдут на пяти сценических площадках – на малой и большой сцене театра кукол, на малой сцене театра драма, на сценах театра юного зрителя и областной филармонии. Программа уже утверждена – многие спектакли рассчитаны на зрителей постарше и, скорее всего, заставят подумать. Когда собирается фестиваль, раньше я всегда считал, если есть каких-то два-три спектакля необычных по форме, вызывающие дискуссии, споры, это уже замечательно и можно считать, что фестиваль состоялся. Если вы посмотрите на нынешнюю программу и посмотрите фестивальные спектакли, то тут окажется этих спектаклей гораздо-гораздо больше, которые могут принести для вас какое-то неожиданное впечатление. Фестиваль традиционно не имеет конкурсной основы. Абсолютно все участники получат именные дипломы, гравюры и призы с изображением Петрушки, а также, как известно, счастливый билет. Давно замечено, что, пройдя рязанские смотрины, театр вскоре становится лауреатом «Золотой маски». Марин Романюк, Михаил Лазуткин, телекомпания «Город». Телекомпания «Город» совместно с Театром кукол проводит конкурс репостов. Вы можете выиграть билеты на спектакль «Повесть временных лет» и спектакль «Собака-камень». В нашей группе ВКонтакте размещены посты с информацией о спектаклях и условиях конкурса. Победитель будет выбран в понедельник в рамках прямого эфира в социальной сети. Поэтому подписывайтесь на нас, оставайтесь в курсе событий. Я же прощаюсь с вами до следующих выпусков. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин